Всем привет! Вы смотрите канал Финты Вордпресса и сегодня я представляю вам обновленное видео по плагину Polylang и созданию мультизычного сайта на Вордпрессе. Первое мое видео было очень давно, прошло 3 года уже почти, ну вот в ноябре будет 3 года, поэтому пришла пора обновиться. Поэтому сегодня мы опять пробежимся по плагину Polylang. Итак, ну установка плагина Polylang она стандартная. После того, как вы установили, у вас появится вот здесь, вот внизу слева, появится раздел настроек языки. Так как у нас еще ничего не настроено, поэтому нам нужно пройти в настройки. Как только вы заходите в первый раз, здесь у вас практически ничего не будет. Объясню почему, потому что плагин не нашел у вас никаких языков, поэтому сначала мы заходим в раздел языки и здесь добавляем нужные нам языки. Ну давайте сделаем стандартную, как обычную вещь, то есть английский, русский. Здесь выбираем русский. Так, локаль есть, все отмечаем. Здесь оставляем все как есть, в принципе можно указать порядок. Это данная цифра, это будет означать именно в переключателе языков в каком порядке. Ну я вот обычно для базового языка ставлю единичку. Дальше выбираем английский. Тоже смотрите, здесь английских много, обычно используется вот этот English-British, то есть английский классический язык. Здесь выставляем все как есть, флажки тоже можно поправить. Обновляем. Есть, у нас два языка добавилось. Смотрите, вот здесь вот эти звездочки. Вот эта звездочка, обязательный момент. Эта звездочка означает, что вы указали, какой у вас язык будет по умолчанию. Видите, здесь язык по умолчанию. То есть у меня по умолчанию русский язык, то есть и всегда, когда человек будет заходить на сайт, у него в первую очередь будет выдаваться русский контент. Отлично, языки мы сделали. Обратите внимание, что у вас здесь вот сам плагин пишет. Здесь он говорит, что посты, страницы, рубрики и теги не соответствуют никакому языку. Ну то есть если мы зайдем сейчас вот в записи, здесь для этих страниц не установлен никакой язык. То есть можно здесь нажать вот эту ссылочку и тогда все записи, которые у вас есть на сайте, ну я вот специально залил демо контент. Вот смотрите, видите, все записи установлены для языка по умолчанию, то есть для русского языка. Это важные моменты. Собственно, здесь мы закончили, пошли в настройки. Итак, первая настройка, модификация URL. Тоже важный момент того, как у вас будет выноситься. В принципе, здесь вот по умолчанию установлено, как обычно все это дело используется. Но можно, если вам требуется как-то модифицировать URL, то тогда можете здесь, конечно, поиграть с этими делами. Но запомните одну простую вещь. Все игры с ссылками из ЧПУ до добра не доводят. У вас потом появится или 404 ошибка, или еще что-нибудь вылезать будет не вылезать, или что-нибудь работать не будет, или вообще сайт упадет. Ну да ладно, возвращаемся к модификациям URL. Итак, первая переключатель, язык выдается из контента. Ну, то есть для каждой страницы вы задаете нужный язык. То есть там появляется специальная настройка, и язык задается. Дальше, самое распространенное решение, то есть в фермалинке появляется то, что называется локаль языка. Возможно, вообще в мультиязычности два варианта решения. То есть или это будет как бы в подпапках языки находится, или, как вот здесь указано, в поддоменах. Ну, в поддоменах решение такое, я вот вообще не рекомендую никогда использовать. Просто в силу того, что надо регистрировать поддомены, надо настраивать тонко ЧПУ. Если у вас вдруг что-то не пошло, вы потом замучаетесь все это дело переводить по нормальной схеме. Ну и в принципе сам WordPress не очень хорошо работает вот с такими вещами. Поэтому я рекомендую всегда выставлять ссылку, когда язык указывается в подпапке, не заморачиваться по другому поводу. Второй момент. Ну это вот то, что я сейчас сказал, да, то есть когда используется поддомен. Второй, третий, вот эта настройка, это когда разные домены вообще используются. То есть, например, если у вас на домене ru, а второй на com.uk, то есть вот это вот можно сделать. Но, честно говоря, в одном сайте делать разные домены, потом все это редирект, проблем не оберетесь именно с точки зрения SEO. Поэтому рекомендую оставлять вот эту настройку. И следующая у нас еще галочка стоит по умолчанию. То есть спрятать название языка по умолчанию, это когда у вас вот здесь вот язык по умолчанию указываться не будет. То есть если у вас язык по умолчанию указан английский, ну то есть русский, то там будет просто стандартная ссылка. Как только вы переключаетесь, там появляется обозначение локали, то есть следующий. Ну а здесь вот эти два значения, это указывается именно, как бы добавляется такое слово язык. В permalink добавляется, ну и многие вот это убирают, да и я убираю. Все, сохраняем как есть. Теперь смотрите, мы когда после того, как мы модифицировали URL, необходимо обновить постоянные ссылки. Иначе у вас все записи будут выдавать 404 ошибку. Заходим в постоянные ссылки и вот здесь вот просто-напросто нажимаем кнопку сохранить. И все, ссылки обновились, у нас все должно работать. Ну пока мы дальше не пошли, пока с настройками разбираемся. Итак, определять язык в браузере. Вот это такая вещь, которую я рекомендую отключать. Объясню почему. Каждый браузер, любой браузер, любого пользователя, у него установлена своя локаль. То есть у него установлен язык по умолчанию, в зависимости от того, в какой системе работает. Соответственно, что происходит, как это работает. Как только человек заходит на сайт, плагин определяет какая локаль в браузере, то есть какой язык в браузере и подрубает именно вот это значение. Но вот эта вещь работает настолько некорректно, выдает настолько плохо именно с точки зрения и продвижения, и работы, и последующей работы именно, ну всяких различных таких систем, как поиск, там вот эти вот все вещи такие, сторонний поиск, произвольные поля. Это, конечно, круто, когда заходит какой-нибудь буржуин на сайт, а у него раз и английский язык выдает. Это с одной стороны. С другой стороны, если человек зашел на ваш сайт и увидел кнопочку переключить на другой язык, ему ничего не помешает переключить. И не надо ему автоматизировать этот процесс. Пусть человек сам переключает на нужный ему язык. Он может быть русскоговорящий, но при этом браузер у него настроен на английский язык. А вы ему раз и сразу английскую версию подключили, а ему удобнее на русском. Или у вас, например, три языка, и вы ему раз подрубаете испанскую версию, а ему удобнее на английском читать. Поэтому вот эту штуку я рекомендую отключать. Медиафайлы. О, вот эта вещь, правильно, вот эта вещь нужная. Это когда можно будет разные картинки подгружать для разных языков. Или наоборот, одну и ту же картинку использовать в разных языках. Custom Post Types. Здесь, собственно, в настройке... У меня здесь включен WooCommerce. WooCommerce, как вы знаете, если вы смотрели мои видео, это, в принципе, он создает произвольный тип записи. И здесь, если вы собираетесь использовать эти вещи, то для всех кастомных постов и кастомных таксономий, произвольных таксономий, рекомендуется синхронизацию включить. То есть, чтобы там тоже была возможность именно делать переводы. Дальше, синхронизация. Синхронизация, это когда плагин PolyLang у вас будет синхронизировать различные значения. То есть, ну, чтобы долго не объяснять, я вам скажу, включите все эти галочки вот здесь поставьте. И тогда у вас записи на разных языках будут корреспондироваться и метаданные, и все такое остальное. WPML Compatible, это поддержка плагина WPML. Ну, есть такой известный плагин, WPML, который тоже занимается переводом, но он платный, причем сильно платный. И, собственно, вот здесь вот подключена поддержка именно, ну, то есть, чтобы переезжать туда-сюда. Теперь, что PolyLang изменилось вот за три года. PolyLang ушло в платную версию, причем такую сильно платную. Там она что-то платная версия стоит что-то за 100 долларов. Но, в общем, у них ушла такая вещь, как трансляция слагов. То есть, когда вот здесь вот, ну, когда у вас две одинаковых страницы с одинаковыми слагами, одинаковые страницы, когда вы создаете одинаковые страницы, но WordPress при этом, ну, вот смотрите, вот у меня есть такая запись, template-stickle, видите, здесь. Если слаг одинаковый, то WordPress автоматически ставит вот такую двоечку. Если еще один появится с таким же слагом, то он троечку поставит. Собственно, вот эта вот возможность изменения этих слагов для разных языков и вынесена в платную версию. Но я не совсем понимаю, в чем проблема. То есть, например, если мы используем русский и английский, то здесь можно писать template-stickle, а, допустим, в русской версии можно писать прилепленное транслитом. В чем проблема, я не совсем понимаю. Но вот многих это напрягает. Или там, например, страница контакта. Что мешает написать для английского контакт, для русского контакта и транслитом. То есть, это русская версия сайта. В чем проблема-то? Ну, вот это вот. Ну, в общем, вот это вот. И вот эти вещи с трансляцией слагов, они как раз вынесены в платную версию. И те решения, которые вы можете погуглить, они сейчас не работают вот у новой версии плагина. Ну, и раздел Tools. Здесь просто одна галочка. Он говорит о том, что если, когда вы будете удалять полиланк, чтобы удалились все настройки, все значения и так далее. Ну, то есть, полная очистка была. Если вы эту галочку не поставите, то простое удаление у вас, когда вы удаляете плагин из раздела плагинов полиланк, то у вас все настройки сохраняются. Вот такая вот штука. Собственно, все настройки мы сделали. Давайте теперь подключим переключатель языков, чтобы было понятно, где и чего. Когда мы создаем меню, у нас вот здесь появляется для разных языков. Если у вас будет 5 языков, у вас здесь будет, соответственно, 10 разных меню. Ну, то есть, для каждого из регистрированного раздела меню появляется свой язык. Ну, вот смотрите, сейчас у меня по умолчанию установлен русский. Ну, у меня здесь переключателя нету. И у меня вот здесь вот такая вот штука идет. Ну, а так как у нас, если у вас одно меню, ну, соответственно, надо вот это меню, чтобы оно появлялось на разных языках. собственно теперь как в это меню вывести переключатель и вот здесь у вас появляется вот такое значение если у вас его здесь нету мало ли бывает смотрите вот здесь вот настройках экрана у вас вот здесь вот должен быть стоять галочка вот переключатель языков видите он появляется убирается то есть если у вас вдруг нету еще есть вот такая вот штука когда для разных языков можно то есть админку переключать и тогда будут показываться например только записи на одном каком-то языке поэтому на этот переключатель тоже обратите внимание чтобы у вас не было проблем что вы зашли а у вас не записи на этом языке нету и так переключатель языков вот я учила добавил здесь есть масса настроек можно показывать показывать флаги показывать название выключать текущий язык скрывать те страницы на как на на тех страницах для которых нет перевода ну давайте мы сейчас собственно это все дело и посмотрим я сохраняюсь ну пока у нас здесь переводов нету собственного такая вот штука теперь что касается конкретно переключателя языков вот без использования кода переключатель языков можно добавить двумя способами это с помощью собственно через меню и с помощью виджетов у вас появится виджет вот такой вот переключатель языков собственно здесь те же самые настройки которые пользуются для меню но они одинаковы ну и соответственно у нас получается вот такая вот штука бамс бамс то есть просто выпадающий список без всякой красоты если мы это уберем получим вот такую вот штуку если вам требуется вынести переключатель каким-то хитрым образом то для таких вещей существуют отдельные функции у меня есть целая большая статья написано уже давно и там прям есть примеры кода как и где все это дело выводить но в принципе берете функцию выводите в шапки а там уже дальше настраивать или меня ну давайте начнем записи создание новой записи когда мы создаем новую запись ну например назовем ее 111 ru у нас здесь появляется metabooks где надо указать какой в этой записи язык и в принципе дальше уже штатные моменты все на как это управлять теперь для этой записи нам нужно создать собственно английскую вариант ею здесь указываем английский как видите она завязалась с нужной записью все хорошо теперь давайте посмотрим что у нас получилось отлично статья на русском бамс статья на английском статья на русском статья на английском и здесь тоже самое переключатель работает ну понятно дело что здесь стиль над настраивать ну сам галшу работает теперь смотрите внимательно как это работает бамс видите появляется обозначение локали вот таким вот образом собственно создаются новые статьи если у вас уже есть статьи которые ну обозначены например что они все ну например у меня есть две статьи одна на русском прилеплена называется другая называется стикли template стикли ну тоже прилеплена но при этом они все обозначаются что она вроде как что это статья для русского языка смотрите нам нужно сменить здесь язык на английский и здесь можно выбирать записи то есть она тогда будет подвязана под нужный язык теперь что у нас получается собственно на сайте то обратите внимание что на главное теперь вы выскакивает только записи на указанном русском языке если мы переключаемся на английский то записи указываются уже на английском видите вот прилепленная статья на русском прилепленная запись ну собственно в базе так сказать все что работает теперь что не работает смотрите видите слово корзинка при переключении на английский язык нифига не переводится собственно вот в этом вся проблема то и состоит именно в переводе вот таких вот вещей как виджеты как я не знаю там какие-то менюшки шорткоды вот такие вот вещи про опять же произвольные поля собственно для это существует специальный раздел называется переводы строк и вот здесь вот можно добавлять нужные переводы и собственно вот эти переводы строк они завязаны именно на уже то что называется перевод внутри то есть на теги на специальный функционал с помощью которого достигает собственно перевода темы плагина то есть вот если здесь видите он здесь нашел названиях виджета и теперь у нас собственно корзинка должна переводиться бамс перевелось существует разным много разных методов есть специальные функции полиланге с помощью которых вот именно вот в этот раздел можно добавлять собственные строки там на самом деле не сложно чтобы переводить строки очень многое зависит от темы ну есть конечно плагин называется полиланг нам стринг то есть перевод тем по строкам но не знаю у меня он не заработал попробуйте на вашей теме может быть заработает за 1 вами 2 момент просто так есть у вас тема переведена как-то не полностью просто так все это дело не получится перевести только кодом добавлять нужные вещи как добавлять кодом смотрите на сайте в парус здесь у меня есть большая статья там собственно есть примеры то еще можно сказать значит смотрите еще раз что касается переводов я специально здесь включил плагин его села и здесь как увидите появились переводы строк то есть для чтобы для разных страниц можно было выдавая ну видите да здесь автор вы вот эти вот вещи тоже можно перевести и тогда у вас для разных языков будет вот эти вот штуки выдаваться всякие разные перри что касается собственно страниц а конкретно главной странице то есть по умолчанию на главной странице если у вас на ней находится лента постов соответственно будут выводиться те посты которые для нужного языка какие посты вы указали те и будет выводить если у вас на главной указана статическая страница соответственно и переводить ее нужно соответствующее причем даже плагин полиланг вам просто так не даст создать данную страницу просто в силу того, что он будет не знать, как это все делать. Поэтому, когда вы выбираете главную страницу, ну, например, давайте даже новую создадим. Так, есть у нас главная страница для русского языка. Теперь нам требуется создать страницу для английского языка. И вот только теперь можно будет... У нас есть две страницы, мы можем даже посмотреть. Есть, да? Они даже с разными внешним видом. Разницы нет. И только теперь можно указать в настройках, что у нас есть главная страница. Ну вот, настройка главная. Так. Вот у нас главная страница для русского языка и для английского. Как видите, у нас слаг появился. Видите, какой? То есть для другого языка. Смотрите, после того, как вы установили главную, у вас в настройках вот здесь появится дополнительная настройка. Ну, то есть когда они отсекают название именно страницы и оставляется только слаг языка. Проверяем еще раз. Бдинс. Все работает. Итак. Резюмируем, друзья мои. Плагином Polylang очень легко и просто создать несколько языков на вашем сайте. И именно создать мультиязычный сайт. Переводы и мультиязычность — это разные вещи. Я уже об этом не раз говорил. Не все возможно сделать этим плагином именно из админки, без кода, но максимально просто, максимально удобно это сделать можно. Большая часть функционала все делается из админки. Но еще раз повторюсь, очень многое зависит от вашей используемой темы. То есть, как вы используете, билдер у вас премиум или не премиум. Того, как тема подготовлена к переводу, тоже очень многое зависит. Но, в принципе, я уже не раз делал сайты именно, вот, мультиязычные сайты на разных языках. Все через плагин Polylang проблем особых не возникало. На этом сегодня я заканчиваю. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Заходите на соответствующую статью на сайте WPRUS. Ссылочка, естественно, под видео. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok